Всем привет! Мы продолжаем наше прохождение Кредл. В прошлой серии мы сыграли с вами в небольшую мини-игру с кубиками и смогли выиграть для Иды новенький модуль дыхания. Надеюсь то, что ей понравится. Давайте установим ей его. Привет, я принес то, что тебе нужно. Ты принес модуль? Да, но... А может быть ты мне пока что что-нибудь объяснишь? Я боюсь то, что может быть какие-нибудь важные диалоги пропадут. Объясни мне кое-что. Что? Что такое нейрочип? Как из эмоций получается вещество? Почему люди не хотят жить в МТЛах? Мне все вопросы интересны, но нейрочип-то и знаешь что? Вот как из эмоций получается вещество? Как из эмоций получается вещество? Его производит одно устройство. Синхронизатор. И что он синхронизирует? Твое сознание с твоей же ДНК. Он обеспечивает связь между нервной системой и набором генов. В тот момент, когда ты испытываешь какую-нибудь эмоцию, все равно какую, он производит что-то вроде побочного продукта. Это и есть вещество пассий. Зачем в механическом теле ДНК? Потому что отдельно от ДНК сознание погибает. А, да, вот мы про это кстати читали, то что нужна всегда связь. Как погибает? Почему? Я не знаю, почему. И никто не знает. Разрушается нейрокопия, умираешь в приступе паники. Несколько минут тебя трясет от ужаса, а потом наступает кома. Кома? Ну, смерть. Нейрокопия не восстанавливается. Я понял. Понятно. Вот это еще одна интересная информация. Погоди. Объясни мне кое-что. Что? Почему люди не хотят жить в МТЛах? Из-за панических атак. К ним невозможно привыкнуть. Каждый перезапуск это приступ паники. А вот почему, когда мы ее запускали, она так дергалась вроде бы. Что это? Страх? Не совсем страх. Тебе так тепло становится и вязко как бы. Как? Вязко? Не знаю, как это описать. Там что-то странное. Вроде жужжание. Но это не звук, а просто ощущение такое монотонное. Я на бишь, я не хочу это вспоминать. Ладно. Хорошо, не нужно. Это, наверное, очень трудно описать. Ты принес модуль? Объясни мне кое-что. Что? Что такое нейрочип? Носитель сознания. Когда тебе меняют тело, на него записывается копия твоей нервной системы. Она живет и развивается так же, как в прежнем теле. Ну, или почти так же. Все-таки раньше себе не нужно было перезагружать. Перезагружать? Иногда нейрочип приходится перезагружать. Из-за каких-то ошибок, которые в нем накапливаются. Я в этом плохо разбираюсь. В общем, если этих ошибок становится много, у тебя нарушается мышление. Становишься слегка не в себе. Вот тогда нейрочип нужно выключить и включить снова. Это называется перезагрузка. И это очень, очень неприятная процедура. Угу. И с каждой, видимо, перезагрузкой вот эти вот панические атаки возникают. А что значит нарушается мышление? Ну, искажается речь, например. Запутывается, как в бреду. И не только речь. Движения. По-разному бывают. Ясно. Понятно. Ну, значит, люди-то не очень, видите, хотят жить в таких делах, потому что все равно это неприятно. Ты принес модуль? Да. Как его подключить? В груди должна быть трубка. Трахея. Через нее воздух проходит. Вот к ней как-то. Хорошо. Хорошо. Ладно. Без проблем. Можно снять? Или тебе отключить? Нет? Я думаю, что отключать не нужно, потому что мы поняли. Лучше лишний раз не трогать кнопку включения. Это всегда неприятно. Так. Давайте вставим тогда. Вот так вот. Все просто. Не удается? Почему? Не хочешь? Ну ладно. Так, пока что. Спасибо. Не за что. Наконец-то я дышу. Как твои поиски? Нашла пароль? Пока нет. Но я немного вспомнила о себе. Я работала здесь, в саду Гербер. Кажется, воспитателем. Помню, как сюда привозили детей, показывали им представления. Потом они играли в павильонах, приносили оттуда части тел и зачем-то складывали их перед сценой. Странный аттракцион построили. Действительно. Странно, что его именно здесь построили. Я вот чего не понимаю. Ты говорил, что он заброшен. Но он же до сих пор работает. Там есть электричество. Почему его не убрали? Там был взрыв. Все заражено каким-то ядом. Ты что-то помнишь об этом? Я... Кажется, я знаю, что там взорвалось. Дисперотоксин. Что это? Это то, из чего возник вирус. Эпидемия началась из-за одного такого взрыва, как здесь. Из-за одного? Их что, много было, этих взрывов? Несколько сотен. По всему миру. А кто устраивал взрывы? Помнишь, я говорила про аутсайдеров? Вот они устраивали. Какие-то террористы? С какой целью? Да не было никакой цели. Они вообще ненарочно это делали. Просто у них в груди иногда взрывались капсулы с пассием. Непроизвольно. Все дело в этом веществе из эмоций. И что с ним было не так? В нем был опасный компонент. Горький пассий. Это такая черная жидкость. Иногда она вдруг превращается в яд и взрывается. Эти люди носили бомбу в груди. Они сами того не желая уничтожили тысячи людей. И лишили всех способностей размножаться. То есть люди даже не знали то, что у них вот это вот вещество есть. Чем же они от других отличались? В чем причина? В дефектах наследственности. Чем больше их в ДНК, тем более горьким получается пассий. Аутсайдеров и жалели, и боялись одновременно. Никому не хотелось жить рядом с бомбой. Многие аутсайдеры покидали города, чтобы не доставлять никому неприятностей. Вот почему их так назвали. Их по-разному называли. Низший класс, или некрасивые люди. Защитим общество от эмоций некрасивых людей. Классный лозунг. Неожиданная проблема для общества. И не единственная проблема. Чтобы жить в МТЛе, нужно топливо. А приобрести его можно только в обмен на сладкий пассий. Если он у тебя есть. У аутсайдеров не было. Они... Жили на иждивении. То есть, вам еще нужно какое-то топливо. Ну, это, в принципе, логично. Типа, что-то вот такого же батареи наверняка. Что такое сладкий пассий? Это то ценное вещество, которое производили красивые люди. Я рассказывала тебе о нем. Вообще, сладкий и горький пассий – это две части одного и того же вещества. Каждый человек своими эмоциями производит оба этих компонента. Только в разных пропорциях. У людей с более чистой ДНК получается много сладкого вещества. И совсем немного горечи. У аутсайдеров наоборот. Красивые люди ценны. Некрасивые опасны. Хм. Так, понятно. То есть, произошло вот такое вот разделение на два сообщества. Только я вот не понимаю. Ведь если бы пассии не стали добывать, то и не было бы вот этих вот людей, по идее. Ничего бы не взрывалось. Как бы я так понимаю. То есть, все бы жили спокойно. Вот непонятно, как бы откуда вирус вообще пошел. Вот самое начало. Откуда вот первый взрыв был. Где же аутсайдеры брали средства для проживания? Им выдавали пособие по плохой наследственности. Из запасов фонда. Запасы пополнялись за счет сбора налога со всех жителей. В первую очередь, красивые элиты. И огромная часть запасов шла на содержание некрасивых людей. Они стали для всех постоянной головной болью. Распространяли вирусы и истощали фонд спасения. Ядовитые, некрасивые иждивенцы. Ядовитые их эмоции. Некрасивые опасны тем, что живут и чувствуют. Этим они отбирают у остальных надежду на возвращение. Я помню, как много об этом спорили и искали выход. Живут и чувствуют. То есть, они люди? Они не переселяют в своем тела? Получается, что так? И что? Нашли? Да. Кажется, да. Комитет предложил программу гибернации. Усыпление некрасивых. Не понял. Какое усыпление? Деактивация. Добровольное отключение. На какое-то время, пока не уничтожат вирус. И многие соглашались. Они же понимали, что это лучшее, что они могут сделать. Но не знаю, помогло ли это. Подожди. Что? Кажется, подобрала пароль. Да, доступ есть. Я вижу файлы. Попробую найти список сотрудников. Там должны быть и мои данные. Странное у тебя зрение. Почему странное? Видишь виртуальные файлы? Мне и обычное зрение не помешало бы. Я как в темноте. Но не могу понять, где поломка. У тебя разбит экран на лице. Это называется лукскрин. Да, он поврежден. Может быть, в саду Гербер есть исправный? Кажется, есть, но зрение он мне не вернет. У меня что-то с объективами. А вот их в саду нет. И я не знаю, где их взять. Ну, я попробую достать объективы. В поле? Здесь же нет никого. Что это? Не знаю. Пойду посмотрю. Ммм, кажется, кто-то приехал. Так, еще куча интересной информации мы узнали. То, что вот люди разделились на два сообщества. На красивых элитных и некрасивых иждивенцев. Аутсайдеров, которые жили вдали от всех. Только я не могу понять, вот, когда, вот, где рождается этот горький пассий. Действительно ли в человеческом теле? Или же он рождается, как раз таки, уже в теле робота? То есть, когда они его добывают? Видимо, вот, мне это непонятно не совсем. Так, там кто-то приехал у нас. Не знаю, то ли мы сейчас юрту посмотрим, то ли мы посмотрим, кто там приехал у нас на трамвае. А, он мешать нам будет. Давайте для начала посмотрим, сходим, кто это к нам приехал. А дальше уже поизучаем, что у нас в юрте есть. Ну, раз все хотели усыпить, то наверняка они были все тоже в МТЛах, как я понимаю. Я, правда, немножечко запутался уже. А вот и машинист, как я понимаю, да? Тоже, ты тоже в этом теле. Правда. Классный у тебя вид. Ты такой весь крутой в одежде. Я не знаю, это, видимо, просто для красоты они, что ли, так одеваются. Ну да, нужно ведь как-то себя поддерживать тоже. Здоровый трамвай. Двадцать восьмой. Ну, где пропал? Слушай, узнал я, сколько они дают. Платят хорошо, даже очень. Завтра пойду. Процедура простая. Не больно, не вредно почти. У тебя мозги портятся немного, а их пациент поправляется. Ну и ладно, буду так подрабатывать. Может, и цветы собирать больше не придется. Но это в планах только. Пока на фитокопии спрос будем продавать. У меня для тебя заказ. Запоминай. Две красных, не меньше семидесяти. Одна оранжевая. Извините, я ничего не понимаю. Как вас зовут? Элли, бишь, у меня времени нет торчать тут. Ты что, Табаху задерживаешь? Меня с работы уволят. Не хочу я опять на двадцать дней в месяц выключаться. Выключаться? То есть это чтобы прожить как-то, да? Табаха. Значит, тебя зовут Табаха. Табаха. Я потерял память. Что за фитокопии? Если ты шутишь, то это дурость какая-то. Объясни, что такое фитокопии. Почему мы их продаем? Ну что за чушь? Почему продаем? Потому что покупают. HQ продукция ценится. Кто-то красивой копию своей ДНК лицензирует и продает. Потом из нее всякое делают андроидов. Вазы всякие для цветов. Вон у тебя на столе такая сидит. А мы с тобой цветы оцифровываем. Запекаем их в фитокопии и продаем. Понял? Люди любят, чтобы на табло было большое число. Они ценят все красивое. А, конечно, я не совсем понял. Ну... Почему бы тебе самому не собрать цветы? Издеваешься? Не одного раза хватило. У меня с тех пор с головой не все в порядке. Это же ты у нас странный. Под самым ограждением бродишь и ничего тебе не делается. А я старый несчастный аутсайдер. От меня пользы мало. Хотя... Я же красивых буду лечить. Полезные все-таки. А, то есть ты тоже аутсайдер. Понятно. Слушай, а ты не можешь сказать, как я выгляжу, парень? Я не знаю, я человек или я робот. Меня этот вопрос мучает. От чего ты их будешь лечить? Я же тебе говорю. У них эмоции пропали куда-то. Ходят, глазами моргают. Так вот их и лечат сейчас. Нужны доноры. Доноры чего? Ну чего? Иммунитета. Элита, видишь, как оказалось, панику тяжелее переносит. В голове у них что-то там выгорает. Вот и получилось. Эмоциональное выгорание у всех красивых. Теперь им иммунитет к панике нужно вернуть. Но его же у кого-то взять надо. А кто у нас панику легче переносит? У кого взять? То есть есть еще какой-то определенный иммунитет против паники. Даже, видите, у роботов есть куча болезней и иммунитет. Все те же самые проблемы, что у людей, фактически. Не знаю. У некрасивых? Правильно. Но некрасивых-то почти всех усыпили. Теперь будет. Понятно. То есть без низшего класса тоже не могут справиться. Ладно, Табаха. Что нужно? Нарвать цветов? Да не нарвать цветов. Если ты снова чего попала, нарвешь в ноздри их себе за суть потом. Кому я их продам? Нужны самые красивые цветы. Я в вопросах эстетики не очень. Ты странный сегодня. Когда соберешь, оцифруй их на фитокопере. Потом все упакуй. Во что упаковать? Так как всегда. В коробку из-под обложек. Хорошо. Мне не сложно. Я вернусь через три часа. Чего хочешь заработать? Еды тебе привезти? Было бы неплохо. Мне нужны объективы. Для женского М-тела. Этой в Азии объективы не помогут. Когда дед тот покойный ее в БН Хангоре покупал, она уже тогда толком не работала. А что ты хочешь? Дешевая копия. Пиратская. Брось. Пусть стоит тебе. Пылица. Пиратская? Привези мне объективы, Табаха. Ладно, я привезу. Но знаешь, ты тут с ума сходишь потихоньку. Переехал бы в город. Обязательно. Только у меня к тебе еще один вопрос. Валяй. Что это за число у тебя на груди? Что оно означает? Как смешно. О, пошутил так пошутил. Так, все, я поехал. Дел куча. Еще и погода эта холодная, зябкая. Без шапку. Меховые, знаешь, есть такие теплые шапки. Он так на нас посмотрел, вообще уже сбрендил здесь. Фигню какую-то несет, да. Лучше поеду я отсюда пока что. Ладно, спасибо за все. Узнали, опять же, кучу всего. Мы можем оцифровывать копии цветов. Я вроде как видел, да, несколько у нас было в юрте. Ну ладно, посмотрим. Новое задание. Так, ладно, пока что не будем читать. Давайте-ка просто посмотрим, что еще сегодня в юрте у нас есть интересного. Может быть даже и не успеем сегодня цветы пособирать. Сегодня у нас много диалогов. Ну пока что все очень, знаете, так сложно получается. То есть... Как-то все пока что не очень понятно. Так, давайте-ка на чем мы остановились с вами. Мы остановились вроде как вот здесь вот. Хотели осмотреть эту тумбу. Так, верхний у нас заперт. Какой-то замок. Явно потом откроем его. Чемпионат мира по хоккей. 2039 год. Блестящая победа сборной Монголии. Вот это да, вот это неожиданность. Монголия. Чемпионат мира по хоккею. Это что-то интересное. Так, опять одежда? Там опять что-то интересное скрывается. Давай, давай, доставай. Так. Отлично. Так, какие-то бумажки. Извещение. Дата 18.08.58 год. Уважаемый Банжин Далха. Приносим искреннее соболезнование в связи с трагической гибелью ваших родственников. Вам будет оказано содействие в перевозке их вещей и зоны заражения. Свяжитесь с нами для уточнения деталей. С уважением, служба эвакуации города Баянхагор. Трагическая гибель ваших родственников. Извещение. Дата. 29.08.58. Уважаемый Банжин Далха. Мы озадачены вашим внезапным решением сменить место жительства и переехать в жилище вашего покойного сына. В этот тяжелый для вас период наши советы могут показаться неуместными. И все же, разрешите напомнить об опасности длительного пребывания вблизи очага заражения дисперотоксином. Настоятельно рекомендуем вам покинуть 3-х километровую зону. Если вы решите вернуться в Улан-Батор, свяжитесь с нашим оператором. С уважением, служба эвакуации города Баянхагор. Так, у нас умерли родственники, насколько я понимаю. И дед переехал в жилище вот этих родственников наших. Так, единственное, я не понимаю, кто такой Эннебиш. То есть, кем он является? Смотрите, здесь у нас столько людей. То есть, вот Джамбул и Сарнай здесь, как я понимаю, жили. Вот эта вот молодая пара. Прадедушка Далха. То есть, еще прадедушка. Он является наверняка отцом Джамбул и Сарнай. А Джамбул и Сарнай, как я понимаю, наши родители получаются, да? То есть, как бы, про нас здесь вообще ничего не написано. Про бабушка, вот. То есть, здесь есть еще Сарнай с братом. То есть, у Сарная был еще и брат какой-то. Ну, они погибли, и дедушка переехал сюда. Пока что, как-то так получается. Так, вроде бы, здесь все у нас. Станем травой и кустами, станем водой и цветами. Вот, вот это наверняка фитокопия, да, цветка. Как я понимаю, интересная вещица. Алтай, 2037. Краска облупилась. Три дня в городе Илхаса. Люди в монашеских одеждах. Маска. А заброшенный храм весь зарос кедром. Вроде бы я это читал уже, да? Тут, кстати, газета. Здесь мы читали, да, про спасительное число Коха. Которое очень... Очень-очень важное. 3513. Которое бы спасло человечество. Так, телевизор. Нергуи. А, кстати, это ведь тот самый телевизор, помните? Упаковку мы находили. Или нет, нет. Хотя, там XG6000. Вроде да, это был тот самый телевизор. А к тому времени, когда подоспела служба эвакуации, скорость его вращения достигала 200 оборотов в минуту. А безумевший бедолага был зафиксирован и перезагружен принудительно. Хм. Сошел с ума. Какой-то робот, что ли? Кассовый чек. Обложки для фитокопий. Синтетический. Стерилент. Жидкость для термообработки. HQ Market. Charm Store. Байан Хагор. Благодарим за покупку. Ну, то есть, мы, видимо, вот для фитокопий что-то вот собираем. Какие-то монетки. Монеты, да, действительно. Просто монеты. Кассовый чек. Топливный элемент. Журнал вокруг... А, я хотел прочитать вокруг света. Это вокруг всего. Кассовый чек. Курительный табак. Сандаловые благовония. Вот, мы все видели. Эннебиш. Передай, пожалуйста, табахе, что тело я менять пока не буду. Низачем. Вот зрение подлечили. И спасибо. Больше я от неба ничего не прошу. Мое дело скромное. Ну, вот, дедушка уже не хотел даже менять тело. Один юнит. Два юнита. Монетки. Каменный медальон. Так, это у нас... Кнопка включения заклинила. Не нажимается. Жалко. Мы посмотрели тут на этом телеке. Я хоть посмотрел бы, как выглядит вообще в будущем телевизоры. Ну, вроде как наши, просто они еще более тонкие. И с технологией блуждающий пиксель. Граждане, со средним и высоким коэффициентом. Помните, заменив себе тело, вы дарите надежду всему миру. Чтобы пополнить ряды спасителей человечества, обращайтесь в ближайший центр зелькального трансфера. Ну, то есть, это было все равно по желанию, видимо. Вот просто я не знаю, вот, вырабатывался ли пассий, когда человек в обычном теле, то есть в своем теле. Или пассив вырабатывался только, когда он переходил в механическое тело. Тогда зачем менять, по идее? Вот я этот вот моментик, как бы, пока что не понимаю. То есть, зачем менять тела? Понятно было то, что хотели спастись от вируса бесплодия. Но тут в другом. Тут вот из-за этого пассия, который взрывался в телах у людей. Вот как бы в этом фишка, видимо. Так, что это программа телепередач за декабрь 2071 года. Проекции будущего. Последний шанс для проекта возвращения. Помогут ли донорские способности некрасивых остановить эмоциональное выгорание красивых? Счастливчики. Интервью с 20% девушкой, аутсайдером, которую взяла на содержание элитная пара. О том, как участие в донорской программе дарит радость представителям низшего класса. Есть, видите, еще какая-то донорская программа. Это, видимо, что-то вот эти элитные красивые люди, они что-то делают для вот этого низшего класса. То есть, они не только там деньги отчисляют в фонд. Возможно, они там помогают им перебраться в новые МТЛа и жить в них нормально. Потому что мы слышали то, что за МТЛа-то тоже нужно платить пассиям. А у них его мало. У них в основном в горькой пассии вырабатывается. И они не могут тоже нормально жить в этих телах. Именем красоты. Оправдана ли борьба с производством пиратских копий, андроидов, украшений? Знаете, все те же самые проблемы в будущем. Имеете ли вы моральное право лишать малобеспеченных граждан возможности украшать свое жилище и нелегальной HQ-продукцией? Активисты высказываются в защиту естественной потребности человека ощущать свою причастность к красоте и добродетели. Ну, пиратство, но во все времена пиратство. Так, все здесь? А нет, смотрите, какая газетка спрятана. Новая гримаса дисперотоксина. Обнаружено очередное патологическое действие вездесущего токсина. Яд блокирует формирование некоторых участков нервной системы у детей. В наибольшей степени у тех детей, которые родились незадолго до эпидемии. Это означает, что без нашего вмешательства их развитие остановится. Не достигнут даже подросткового уровня. На кону миллион судеб. Для эффективного противодействия яду необходим сильный нейрометаболический стимулятор. Разработка препарата синкомифацин, на который родители возлагают свои надежды, находится лишь в экспериментальной фазе. На полноценные клинические исследования требуются годы, но в нашем распоряжении такого запаса времени нет. Счет идет на месяцы. То есть, я ответил, что он очень действовал на детей уже. Поэтому, интересно, дети тоже переселяли свои тела? Это как-то жестоко. Препарат показан при умеренной интоксикации частицам дисперотоксина. Какие-то препараты есть еще. Так, что у нас в ящичках? Договор о трансфере и обслуживании. Клиент Баджин Далха, возраст 69 лет, HQ 47. Поставщик услуг, центр трансфера 30+. Клиент самостоятельно назначает дату и время трансфера. После замены тела клиент обязуется вернуть арендованный аппарат поставщику. Все виды технического обслуживания, включая сбыт накопленного пассия, клиент обязуется проходить исключительно на станциях поставщика. Поставщик обязуется хранить в тайне факт уклонения от уплаты клиентам налога на хорошую наследственность. Поставщик обязуется хранить в тайне факты уклонения от уплаты. Это интересно, как этот договор здесь заключает. Лекарства какие-то. Медицинское заключение. Пациент Баджин Далха. Процедура выведения дисперотоксина из организма проведена успешно. Содержание яда снижено до 60 пунктов. Обалдеть, так у него еще куча просто яда этого было. Повторение процедуры противопоказано. Рекомендуется сменить тело и перебраться на новое место проживания с меньшим уровнем заражения. Угу. То есть смотрите, у нас здесь умерли, ну допустим родители пока что в кавычках. Дед переехал сюда, но из-за дисперотоксина большого здесь видимо большой шанс заразиться им. У него было там наверное под 80 и он видимо пытался вывести. То есть он тоже был аутсайдером у нас. Вот всякие таблетки пил. Именно наверное поэтому зрение-то у него и все уменьшалось. Вы поймете это по резкому увеличению продолжительности сна на 10-15 часов. На этой стадии прием препаратов уже не дает результатов. При таких симптомах более-менее эффективное выведение дисперотоксина из ткани способно обеспечить только специализированные клиники. То есть человек очень много начинает спать по 10-15 часов. Это по-моему нормально даже для наших дней. 10 часов сна это нормально. Фитокопер Грейс Эмбалмер 2. Инструкция по эксплуатации. Почитать нельзя. Я бы хотел знать как использовать. Но это в следующей серии наверное у нас будет. Будем делать фитокопии цветов. Это что у нас? Уцененные аксессуары к андроидам украшениям. Скидка на люминесцентные экибаны позапрошлого сезона 95%. Ооо какая скидка-то мощная. А вроде 50. А нет, это 95. Понятно. Так, ну здесь мы тоже все проверили. В принципе такое посмотрели. Мы видимо добираемся до самого интересного. Вот здесь еще куча на полу всяких документов у нас есть. Давайте еще что-нибудь почитаем. Так. Вот да, смотрим. Чтобы ничего не прогустить у нас. Там, ух ты, там что-то завалялось мне кажется. Ну-ка. Синтетический стерилиант для заправки фитокопиров. Понятно. Мы его покупали вроде бы. В опоре наверху что-то начало искрить. Нужно предупредить табаху. Не стоит ему так разгоняться на этом отрезке. А, там что-то кстати да, с линии видимо искрит. Понятно. Сегодня под куполом я видел машину. Она гудела, поднимала клубы песка и что-то подбирала своими клешнями земли. Не разглядел издалека. Днищем задело ограждение, когда улетало. Потом возле того места я нашел странные предметы. Наверное выпали у нее из брюха. Почищу и повешу на стену. На стену. Ой. А, так ты нет? Ладно, давайте пока что оставим. Не хочет пока что одевать она. Так, интересно, а что ты там забрал-то? Повесишь на стену. Вот это что ли? Что-то какие-то странные. Наверняка пригодятся, да, эти предметы? Какая-то машина прилетала. Какие-то пробы. Может земли брала. Не знаю, там уровень заражения, что-то типа в этом роде. Так, ладно, друзья. Пока что заканчиваем на сегодня нашу серию. Сегодня у нас такая разговорная серия. Узнали опять много всего нового. Нам остается фактически вот тут исследовать вот этот вот уголок. Здесь, конечно, еще очень много бумаг разбросан. Тут наверняка будет еще куча интересной информации. Ну и в следующей серии обязательно идем собирать вначале фитокопии цветов. Потом опять читаем. Кстати, тут тоже бумажки, да, разбросаны. Нужно обязательно почитать. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся в следующей серии. Всем пока.